Всем привет, с вами Борода, и сегодня мы поговорим о индюшатине. Инди-проекты, что это такое? В рамках варгеймов этим термином обозначают проекты с изначально малым стартовым капиталом и малым количеством сотрудников, не имеющим собственного модельного ряда варгеймом и скирмешем. На вскидку я могу перечислить около десятка инди-варгеймов, проектов, да, каких-то с миниатюрами, но есть поднапрячься, ну, штук 20. Давайте попробуем о них поговорить подробнее. Изначально, я подчеркиваю, изначально за инди-проект можно было принять сагу, так как сага изначально подразумевала под собой список правил и доски на разные армии, а уже сами миниатюры брали у сторонних производителей, у Gripping Beast, Victrix, Perry Miniatures и прочих. Также к инди-проектам можно причислить разработку от фанатов Мартхейма под названием Frostgrave. Обзор на этот варгейм был здесь на канале. Разрабы Frostgrave также написали правила, а миниатюры брались из любых плюс-минус фэнтезийных варгеймов на ваш выбор. Обрастая, так сказать, финансами и мясом, контора стала производить уже свои миниатюры, такие довольно плохенькие, спорненькие, но некоторым заходит их такая немножко мультяшная стилистика. И в упомянутой саге, в армибуках и книжках на разные эпохи до сих пор попадаются миниатюры из Frostgrave на картинках. Еще одним проектом среди инди является Full Trust. Это такое переосмысление Battlefleet Gothic и одни из самых лучших правил на космические баталии между гигантскими кораблями. К инди-играм также можно отнести морские сражения, морские баталии. В 2021 году очень много вышло проектов, перезапуск дистопии, но это уже полноценная игра с миниатюрами, с поддержкой хорошего производителя. От мантиков также вышла армада с корабликами, эльфийские, гномские, всякие фэнтезийные фракции. И вышел также от варлорда в Black Seas, но все-таки я в плане корабликов предпочитаю Form Line of Battle. Это такой инди-проект в масштабе 1 к 1200, 1 к 700 и 1 к 350. Значит, покрывает несколько эпох. Если касательно парусников, то это Наполеоника, пиратские войны 17 века, Наполеоника, соответственно, конец 18-19 век, война в Америке на Великих Озерах, там столкновения тоже были, и Первая мировая война. Но там немножечко измененные правила, поскольку там уже минимум парусников, там уже представлены моторные суда с двигателями. В данном Wargame, который переводится как выстроиться в линию для битвы, присутствуют следующие форматы игры. Там есть эскорт, когда у вас 3-4 кораблика, у противника столько же, и один, допустим, должен уйти за край стола большого, а второй должен ему помешать. Также разыгрываются действительно исторические события, выстраивается линия горизонта, какие-то бухты с рифами, с мелями, все в таком духе. И есть действительно очень интересные и красивые столы, на которых играть одно удовольствие. Я вот предпочитаю в такое играть. И можно также отыграть действительно грандиозные сражения, например, Тарфальгарскую битву. Там корабликов, ну что-то, я даже боюсь сейчас считать. В общем, очень много, и это, мне кажется, не на одни выходные даже. Ну и возвращаясь к 28-ми миллиметрам, стоит упомянуть один интересный инди-проект, от Шона Саттера, это Relic Blade. Скоро ожидайте обзор на него на канале. Relic Blade это фэнтезийный скирмиш, где вам достаточно стартера из четырех миниатюр, для того, чтобы полноценно начать играть. Ну, собственно, можно этими миньками отыграть весь кампейн, раскачивая непосредственно этих персонажей. Но также можно покупать отдельные блистеры по одной фигурке. Фэнтезийный сеттинг вроде как постапокалипсис, но этого незаметно. То есть мир, значит, пострадал, но гномы, люди, всевозможные ящерицы и всякая нечисть там, значит, друг с другом бьются. Также от этого замечательного автора есть Wargames Lodge, который сейчас имеет книжку правил полноценную. И только-только автор начинает делать 3D-скульпты под свои армии. То есть он уже наконвертил армию от других производителей, но сейчас пытается сделать из ТЛ-ки, чтобы впоследствии выпускать собственные наборы миниатюр для своего собственного варгейма. О нем чуть позже. Еще одним интересным разработчиком является студия OnePager Rules. У них сразу идет два варгейма. Один в фэнтезийном сеттинге, а другой, ну, такой условный sci-fi, космоопера, что хотите. Как хотите, так и называйте. В общем, создатели вообще никак не уклоняются и практически в открытую говорят, что в их играх стоит играть миниатюрами Games Workshop. А фанаты, как бы люди, которые играют по правилам OnePager Rules, название говорит само за себя, то есть правило на одной страничке, они говорят, что это быстрее, интереснее, сбалансирование и постояннее, чем прототип Warhammer один или другой. То есть вот Games Workshop. Также разработчики из OnePager Rules пили собственные миниатюры довольно неплохого качества. На Патреоне выкладываются из телки. Также можно на Etsy купить физические модели. Вполне неплохого качества, вполне интересные детализированные скульпты. Моими фаворитами являются некроны для Warhammer 40 000, да, условно, и для фэнтезийного мира Лизардмены. Там очень классные краксигоры. Вот и подошли мы к целому отдельному пласту индюшатины. Это игры в стилистике Гремдарк. Первым делом давайте скажем о упомянутых уже варгеймах Сладж. Это, значит, варгейм, основной механикой которого является взаимодействие с токенами трупов. То есть каждый раз, когда модель умирает на столе, вместо нее кладется токен, обозначающий труп этой модели. И любая модель на столе, вражеская, ваша, неважно, проходя мимо нее, будет проходить тест, страдать, значит, морально от того, что видит вот эту кровь в кишке и все прочее. Также стоит упомянуть варгейм, который является идейным продолжателем Инквизитора. Это Планета 28. Это скирмиш-проект на 4-6 моделей с прокачкой, с нарративной кампанией. В мире, ну, условного sci-fi, да, такой пост-апок sci-fi. Для нарративных игр прям очень здорово. Правила есть переведенные на русский язык. Желающие могут ознакомиться с ними по ссылочке в описании. Следующий называется Perdolrem. Селестью. Я выговорил наконец-то это слово. Это выражение, да. Это латынь. Я не помню, как оно переводится. Честное слово. Сейчас Паша вставит, как оно называется. Тоже довольно простой варгейм с первого взгляда. Очень простые правила и для ваших нарративных кампаний, где вы хотите страдать, натурально страдать, прям вот полный, сочный, сочнейший гримдарк. То есть ваши бойцы будут, ну, настолько угнетены, что ваша психика может не выдержать. Если вы привыкли побеждать, то вы можете очень жестко обломиться в этом варгейме, но он при этом все равно хорош. Там свои механики очень интересные на самом деле. Еще одним довольно популярным варгеймом среди инди-проектов является Tournip или Tournip 28 или Репка. В русской интерпретации называется Репка, Репа и можно, допустим, часто в комментариях увидеть, если какой-то такой гримдарковый покрас, на нем что-нибудь там произрастает на тушках людей, можно увидеть комментарий Репна, то есть годно для Tournip 28. Этот варгейм в стилистике наполеоники с примесью средневековья, то есть латники с полоксами идут в одном строю вместе с мушкетерами, гренадирами и так далее. В бои армии ведут снобы, это обычно трусливые засранцы, которые, в общем, распушив перья, перед всеми занимаются показухой. В общем, мутанты, корнеплоды во все поля тоже все страдают, все плохо стреляют, плохо дерутся, все боятся, бегут в разные стороны и все в этом духе. Хочется упомянуть еще одного последователя Мартхейма, это игра The Wild, если я правильно произнес это слово. Стилистика очень стрёмная, это мрак, безысходность, туманы, чудовища, в общем, все страшно, но в то же время интересный этот обалденный нарратив, как-нибудь, я думаю, мы поговорим об этой игре отдельно, более подробно, так же, как и о репке, хотелось бы поговорить тоже. Еще один инди-проект, он создан на основе ролевого движка игры Морк Борк, тоже постапокалипсис, средневековый, такой фэнтезийный, называется игра Фабиден Псаум, есть обзоры и летсплеи на английском, возможно, когда-нибудь руки дойдут до нее тоже. Книжка пока не переведена, она есть на английском, но ее можно скачать на известном ресурсе. В заключении еще я упомянул бы, наверное, Зону Альфа. Зона Альфа это такой сталкер-скирмиш, зомби, значит, зона, аномалии, военные, ученые, все там есть. Что объединяет большую часть инди-проектов, это легкий вход. Вам для этого не нужно покупать каких-то новых персонажей, в новые какие-то армии собираться. Вы можете взять свои старые модели и применить их к одному из этих замечательных варгеймов. Также обычно правила для этих варгеймов лежат бесплатно, то есть вам по сути нужно прочитать и просто попробовать. Никаких своеобразных специфических кубиков в большинстве своем эти игры не требуют. Обычно они играются на D6. Либо один D6, X там сколько-то в количестве по количеству атакующих моделей, либо это допустим два D6, либо один D6, и количество атак и способностей будет варьироваться тем, сколько у вас кубиков активации есть на ту или иную модель. В общем, в любом случае, спасибо за внимание, пробуйте играть в разные варгеймы, пробуйте разные движки, я думаю, вы найдете среди перечисленных мной что-то интересное для себя, и наверняка знаете какие-то еще инди-варгеймы, которые обязательно пишите в комментариях, попробуем разобраться, что это такое вообще с чем это едят, ну и обсудить все это в комментариях можем также. На этом все, не забудьте подписаться, поставить лайк этому видео или дизлайк, ударить в колокол, а на этом все, пока-пока. А в конце, как всегда, моя огромная благодарность всем тем, кто поддерживает меня на патреоне и бусти, а именно Фидель Пиночетов, Александр Митасов, Механдес Ноддет, Костя Озерный Хенч, Анатолий Джокер Коновалов, Ермак, Никита Райму Нефедов, Артем Севенред, Витол Бош, Мурзик, Влад Призрак Иванов, Горок, Олег Печенек Морозов, Тимбер, Влад Флайдронс Кузьмин, Дмитрий Крик Архипов, Павел Кузнецов, Юрий Хмелевской, Валбер, Тироэль Ворм, Евгений Мурул Сафронов, Иван Много Джокеров Копылов, Денис С. Ну, и как всегда, на почетном месте Его Величество Юрий Дивайн Дивайн Александров. Спасибо вам, мужики, огромное! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!